Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 30 лет, сказали, что считаю себя совсем не удел, это был бы перебор. Я замужем, действительно нет, хотя собираемся с мужем это изменить в ближайшее время. Живем не богато, но и не нищим. В своем насыщенной жизни, насыщенной на нашу жизнь не назовешь, только дом и работа. Главное, что меня сейчас волнует, это то, что я всем надром чувствую, что на работе ко мне стали относиться к намного хуже, чем раньше. Мне, в силу моего характера, это очень важно, особенно с учетом срока моей работы. Я просто уверен, что меня терпят за мою хорошую работу, а мне этого мало. Я всегда старался искать все причины себе самой. Часто всего это у меня получалось, я обвинял во всем себя. Тогда я оправдывала всех тех, с кем я контактирую, но проходит время, мне все тяжелее оправдывать окружающих. Особенно перед самой собой. Время от времени задаются вопросы, может я мало в чем виновата, и люди просто уже знают, как на меня повлиять. И давят на меня морально, ведь задавить другого проще, чем самому измениться. Помогите разобраться, кто виноват и что делать. Да никто не виноват, азанином. Во-первых, с чего вы хотите? Ну то есть, вот буквально вы говорите, что вам мало, что вас терпят за хорошую работу. С чего вы хотите? Признание, любви, внимания, всего. Это первое. Второе. Ну, не мудрено, что вы центрируетесь на работе и на людях, которые там. Если у вас только дом работает. То есть, ну вот Получается, что вы себя сами ограничиваете а получается, что вы никак социально не реализуете себя кроме как через работу и отсюда такая потребность в том, чтобы люди к вам на работе относились хорошо. Так что на мой взгляд, вам нужно вот то, что вы пишете, что насыщенной жизнью не назовешь. Вот. Как бы и нужно смотреть в сторону насыщения. Я бы еще наверное сказал бы некоторого отделения отделения психологического отделения от вашего мужа. Потому что как-то на мой взгляд слишком сильно хотя может быть мне это только кажется но слишком сильно на мой взгляд вы себя с ним делаете единым целым. Вот. Ну вы не единое целое с ним так или иначе. Вот. То есть муж это муж, а вы это вы. То есть это вот то то, что чем нужно себе отдавать отсчет. На мой взгляд и вероятно если бы вы смогли вот отделять себя и воспринимать себя отдельно то было бы лучше гораздо. Вот. Ну то есть не только в контексте взаимодействия с вашим мужем да не только в контексте того что вы его ну супруга. И опять же хотелось бы уточнить а как то что ваша жизнь не является не является насыщенной да вот как это соотносится с вашим желанием завести детей. То есть не от скуки или вы ну в данном случае посмотрите в сторону того чтобы стать родителем. Родители это не развлечение. Вот. А дальше значит что хочется сказать ну вот вы пишете что люди ко мне стали хуже относиться. А вот значит ну давайте посмотрим посмотрим на эту ситуацию вот в той позиции что в какой конкретный момент люди стали к вам хуже относиться. Дальше то есть вот что конкретно произошло вот конкретно какой момент вашей жизни люди стали к вам хуже относиться. Дальше вы говорите о том что вы всегда значит старались стремились оправдывать людей. Вот. Ну я бы конечно сказал что в этом смысле вы себя обесцениваете вот и возвеличиваете других людей. То есть у вас есть проблема с уверенностью в себе проблема со страхами вот например вы боитесь как бы что вас отвергнут там например и боитесь может быть может быть ну какого-то осуждения вот только проблема заключается в том как мне видится что у вас неплохо так накапливается злость вот когда вы так поступаете то есть вы же себе на горло наступаете когда так делаете вот и соответственно себя подавляете и сцена появляется уже мысль о том что я ни в чем не виновата это вот другие люди значит такие вот плохие пытаются вас как-то вот подмять под себя то есть это такая агрессия приписываемая приписываемая людям вследствие того что вы сами ее подавляете поэтому мне кажется что поработать вот с вашими во-первых страхами с осуждением например с страхом осуждения вот поработать например с уверенностью самооценкой вот попрочувствовать немножечко вот эту историю с агрессией связанной то есть повыражать ее поиследовать как вам будет вот в ней в агрессии то есть что там еще есть помимо вот дальше уже я думаю сможете устраивать ну взаимоотношения с людьми более комфортно для себя и вам будет полегче а там вы отклик будете получать людей более ну более центрированный вот более качественный ну в принципе какая будет ваша реакция да то есть какая будет вот ну ваша модель грубо говоря поведение а такой будет и отклик людей вот если вы как мне показалось вот например а пытаетесь что-то вроде а ну сделать что-то вроде а того чтобы вот всем понравился вот ну мне так показалось то есть мне показалось что вы вот прям пытаетесь всем понравиться на работу своей например вот естественно что в этом смысле люди будут к вам относиться ну совершенно не лучшим образом вот значит предсто 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 пытаться нравиться людям больше будете проявлять а а себя да вот как-то больше будете проявлять свои чувства да если вам что-то вот если вам там не знаю что-то не понравится да если вас что-то там не устроят например и так далее вот то есть это нормально да соответственно вот а дальше будет легче купе купе с тем что допустим вы будете к примеру расширять с своей социальной реализации да вот это как бы вот будет искать какие-то какие-то ну знаете другие может быть может быть точки соприкосновения для того чтобы себя реализоваться вот я думаю что все у вас будет хорошо вот но для этого нужна индивидуальная работа вот с психологом и соответственно это скажем так регулярная история то есть это история про регулярную работу с психологом вот а у вас как получается так что вот вы вина отхищите вот ну я надеюсь что не серьезно вы это насчет вопроса своего типа кто виноват и что делает вот так что если вы примерно в такой парадигме привыкли обсуждать то я думаю что имел бы смысл вам смотреть в сторону а в том числе личность новоросток вот это тоже поможет реализован психолог вот такой ответ я мог бы вам предложить с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии вам вот 30 лет вполне может быть что мы говорим о неком кризисе ну возрастном кризисе вот тут тоже этот момент нужно учитывать учитывать то есть сейчас если ну если раньше вы вероятно видели надеялись на какие-то перспективы амбиции были вот то сейчас довольно важно увидеть что с вашими амбициями на данный момент ну то есть как обстоят с ними дела с амбициями буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу я желаю вам всего самого доброго удачи